Издательство Стаса Бобицкого представляет. Сергей Лысков. Корректор желаний. Фантастический роман. Читает Илья Веселов. Металлическая коробка. Трудно предугадать момент, когда рождается мечта. Отличить волшебство от потребностей. Заметить искру в миг создания кармического узелка после банального «желаю». Если так сложно предвидеть это, то практически невозможно поверить, что брошенные во Вселенную слова смогут найти отклик. Впрочем, невероятное всегда держит за руку волшебное, каждый раз расплываясь в улыбке перед очередным скептиком. 2188 год. Земля. Дорогие зрители, подошло время кульминации праздника. На ваших глазах происходит следующее. Четверо лучших школьников города держат капсулу времени, запечатанную на секунду, представьте, 160 лет назад. В далеком 2028 году, сказала на камеру темнокожая журналистка. Мэр города Семен Кустов открывает металлическую колбу. Режиссер трансляции дает крупный план. Вы видите бумагу? Это как путешествие во времени. Она дотронулась до гарнитуры. Мне подсказывают, идет сканирование и адаптация текста. Дорогие потомки! Этой временной капсулой мы знаменуем закладку первого камня города Чудова на побережье Северного моря. И пусть наше послание станет нитью соединяющей эпохи. Мы верим, что в будущем человечество объединится перед глобальными проблемами и обстоятельствами. Верим, что вы будете бережно относиться к планете. Прекратятся войны. И люди поймут простую истину. Человек не венец мироздания, а лишь крохотная часть великой загадки Творца. Хочется процитировать классика. Неведение грядущего делает бесценным настоящее, парировала журналистка. Не все, конечно, сбылось из пожелания, но в целом довольно-таки эпичное послание. Это была Энтони Роуз, Станислав Комов со дня города Чудова, специально для вечернего выпуска Time Global News. Затем выступили творческие коллективы и приглашенные артисты, а вечером для участников открытия временной капсулы состоялся банкет. Близнецы Ромовы, Александр и Алексей, воспитывались в семье военно-морского офицера. Рослые, голубоглазые блондины, в подростковом возрасте они отличались только по характеру. Шатен с изумрудными глазами, Сергей Рум, рос в семье инженеров, коренных жителей портового городка в северных широтах Евразии. А вот четвертый из подростков, худощавый кореглазый Джоб Сью, сын американских подданных, переехал с родителями на ПМЖ в Чудов благодаря контракту с энергетической компанией. Все четверо дружили с первого класса и, как лучшие ученики школы, были отобраны на церемонию открытия капсулы времени. Знаковое мероприятие сделало промышленный моногород главным ньюсмейкером выходных. «Предлагаю смастерить что-то похожее на сегодняшнюю капсулу времени», делая глоток газировки, сказал Лешка. «Напишем послание будущим поколениям». «Никто не будет читать», усмехнулся Джоб. «Кому интересны записки тринадцатилетних пацанов?» «Нам», ответил Рум и тут же добавил. «Спустя лет десять». «Двадцать», сказал Сашка. «Или тридцать два». Парни все как один подняли брови и, переглядываясь, посмотрели на виновника озвученной даты в тридцать два года. Но Румов с невозмутимым видом ел вишневый пирог, игнорируя пояснение к сказанному. «Или двадцать семь», пробубнил он. «Сашка, завязывай прикалываться», ударил его в плечо Леха. «Я серьезно про капсулу». «Предлагаю написать пожелание на жизнь», сказал Рум. «Зачем», скривил губы Джоб. «Письмо самому себе? «Какой смысл?» «А если одну, но заветную мечту», поправил его Леха. «Вырастим и сравним, кто справился лучше».